Вопрос к нашим армянским друзьям и коллегам. Вы говорили, что армянское правительство пророссийское. Вы видите какую-либо перспективу в прошедшей так называемой бархатной революции в Армении и с приходом Пашиняна? Вы связываете какие-либо надежды с тем, что сейчас происходит в Армении? Или же вы думаете, что это никоим образом не поменяет на то, что происходит в стране и на ее внешнюю и внутреннюю политику? Ну, я отвечу, если Вае не против будет. Двоем ответим, наше мнение расходится. Наше мнение расходится, как бы. Мое мнение личное, у меня есть ряд, скажем так, доказательств, о которых я писал. И это люди, с которыми я в силу того, что занимался общественной деятельностью и политикой до 15-го года в Ереване общался. Это фейковая революция, сделанная прежними властями, созданная прежними властями, сделанная Кремлем. Это модель Берлускони и карманная оппозиция, которая в Армении развилась до каких-то, я не знаю, все они могут претендовать легко на премию «Оскар». В Армении никаким бархатным методом, и это я говорил в эфире ICTV, невозможно сломать ту модель политическую и экономическую, которую создала Россия, Кремль. Единственный вариант, если вкратце мой, то, что сегодняшними властями невозможно и без гражданской войны, без силовой борьбы невозможно, это открытие границ Турции и внедрение, то есть какая-то возможность защиты со стороны войск НАТО, которые стоят в Турции. Потому что в Армении стоит 102-я военная база России, самая большая на Кавказе, и это самый первый стопор того, что в Армении могут произойти какие-то резкие изменения на геополитическом курсе.